девочки всем привет как я и обещала показать вам помады которые я взяла в косметичку показать вам на губах и я решила это сделать я в косметичку решила выбрать все помады катрис и серии так они сейчас выглядит это их новый дизайн который же с прошлого года в принципе то есть не совсем новый и я решила все и взять косметичку и пользоваться ими чтобы почувствовать какие они и чтобы использовать еще помадки из project pen побольше потому что так на данный момент я просто то одни то другие и у меня вот благодаря девочкам благодаря подаркам аж целых шесть оттенков девочки я не забыла в этот раз включите макросъемку я буду вам показывать свочи и должно быть видно хорошо так губы подготовлены не совсем я подготовилась я забыла взять знаете что бальзам ну ладно ничего страшно потерпит куб давайте начнем с первой помады это помада котрейства оттенки вся линейка называется девочки вот так вот full satin и это оттенок 010 сделаю сейчас вот я носила помады но не так активно то есть я постоянно тянулась еще и к другим по консистенции они приятные для меня сатиновые это я не знаю я всегда думаю что сатиновые помады они как немножечко вроде как не сперлом утром но и девочки вот этот мой естественный цвет куб то есть верхнюю губа все еще сатиновые думаю что они более блестящие то есть это все-таки уходящие в матовые матовую помаду в носке девочки они приятные губы не сушит но я их чувствую на губах до этого их помады они были такие кремовые я конечно понимание выпустили вот эту линейку поэтому и матовая линейка у них тоже было и сейчас тоже что-то у них есть такое полуматовое где их старая линейка девочки не здесь а нет это было лимитка но у них короче вот в таком плане были другие такие а-ля блески помады сейчас девочки вот тут вот сделаю они сделали веганскую линейку видите они это я говорю вам про другую увлажняющую линейку который сейчас у катрис есть флакончики мне не очень понравились но как вам сказать здесь оттенок не такой плотный как прошлый как прошлая линейка которая была в таких тяжелых а ля полу стеклянных упаковках вот девочки на губах сводч на руке так надо стереть иначе я выложусь так вот на мой взгляд девочки концентрируйте на мой взгляд это практически матовая помада до помада бывают более матовые но если сравнить так вот в прошлый раз их матовые помады они просто взяли выпустили практически то же самое да сатиновая помада для меня чуть чуть более блестящие и наверное стик вам покажу вот тоже вот такой и это девочки оттенок 010 название вот здесь вот нету есть название на бумажке и я вам его прочту full of optimism ну хорошее название вот здесь девочки надеюсь камера концентрируется потому что для меня это сюрприз будет вот я конечно надеюсь что они все таки если честно снимут ту линейку увлажняющих помад которые а-ля подбальзамы и выпустят что-нибудь поинтереснее потому что я две помады оттуда купила такая более сливовая и более нейтральная так это девочки оттенок 020 и название full of dreams о посмотрите они прямо решили прям поразить полный оптимизм полный не знаю как трясти с английского full of dreams в мечтаниях что ли так свотч и на кубах девочки я девочки в таком ожидании палетки эссенс которая должна выйти в токио конечно палитра меня если честно немножечко разочаровала я ожидала что-то более яркого что-то такого может быть полунеонового такая в принципе обычная помада я понимаю почему катрисы сделали постоянно делают этот оттенок это оттенок который очень хорошо берется девочки ну кубах он всегда как-то раскупается всегда пользуется популярностью такой такой нейтральный не холодный не теплый наверное более холодный розовый даже уходит в ягодный немножечко конечно и текстура мне нравится сама и и как на губах лежат тоже мне очень нравится но то что я их постоянно чувствую это мне не очень нравится у меня от мэйбелин то что есть вот помада я специально положила вот эту тоже на всякий случай если вдруг будет настроение такая вот в янтарной какой-то упаковке красный оттенок 547 Pleasure My Red это красивый такой красный чтобы не забывать пользоваться потому что из-за того что я их чувствую на губах помады мэйбелин я не очень охотно беру даже когда в косметичку бюро раза два использую и предпочитаю какую-нибудь другую красную помаду так следующий 040 и называется она full of inspiration вот девочки название и оттенок тоже такой холодный даже наверное в коричневый уходит но в холодный коричневый что ли или есть немного теплинка здесь и рожевинка сейчас посмотрим девочки может быть на губах будет лучше видно это девочки да уходит немного в коричневый но но есть фиолетовый подтон поэтому все таки холодный но интересная помада так девочки вот стик выглядит он вот так и сводч к стику и ну к бах мне нравится мне нравится оттенок конечно не подходит к макияжу но сама помада классная красивая помада обалдеть на оси самое то я очень рада что я выбрала эти помадки поношу может быть знаете через силу но губы привыкнут иногда такое же случается я постаралась их по линейке поставить чтобы губы все равно девочки даже стираешь немножечко окрашиваются но я специально в этот раз взяла бумажный платочек потому что если средствами для снятия макияжа снимать то губы ну как то больше страдают так оттенок 0.50 full satin это будет такой шиммерный шиммерный какой то текстура должна быть full of happiness так happiness но я думаю вы знаете как пишется но на всякий случай я покажу еще раз 0.50 так о это уже прямо классический такой ягодный уходящий в фуксию и вот вот девочки я именно такие помады называю сатиновыми вот она больше сатиновая чем все остальные вот эти для меня больше все таки в маты выходят а вот эта сатиновая и очень она красивая девочки очень она как будто немножечко дуахром она из красного в розовый уходит очень красивая оттенок 50 просто шикарнейший классный но я могу понять почему они не все помады такими сделали не всем такой понравится девочки после того как долго держались девочки за нить инжир ела сейчас сезон инжира в магазинах появился и можно если быть внимательной очень хорошую рвать я покупала в рево и цена была классная такая 32 цента за штуку но мне нравится мне эти истории безумно нравится но многим не очень возможно понравится потому что все носили долгое время такие матовые помады какие-то лаковые помады и сейчас наверное такие все равно будут считаться немножечко не супер модными хотя вот посмотрите на губах же классно смотрится правда такой здоровый оттенок и вроде как не красный девочки и не совсем ягодный и благодаря сатиновости он не такой яркий знаете потому что матовые помады или наоборот очень кремовые они будут вот такой оттенок будет очень бросаться в глаза а вот этот он такой сглаживает как бы оттенок девочки присмотритесь оттенок 50 реально шикарная помада посмотрю что я вам показываю да на камеру прекрасно показывает оттенок и он пойдет девочки и блондинкам и брюнеткам мне кажется любому цветоволос русоволосом темно-русоволосом такой он какой-то он и холодный и теплый совмещает из-за вот этого вот перелива видите легкого совмещает в себе как бы все 0,50 ну здесь прямо видно да что он вот такая вот оберточка здесь как будто с блестками наклейка и вот название full of happiness классное название очень подходит осталось у нас девочки две помады вот 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 следующее это будет такое интересное оттенка это помада в оттенке 0,60 вроде как Так, а-ля, она обычно розовая, такая нюдва-розовая, но сейчас увидите, оттенок интересный. Придется вот здесь вот, девочки, внизу делать сводч. Он розовый, уходящий в какой-то морковный. Он все равно розовый, видите? Ну, оттенок такой прямо необычный. У меня такого нету в коллекции точно. Могу сказать так. Шесть помад, девочки, больше мои губы не могут. Но у меня как раз очень подходящее получилось, что у меня есть шесть помад. Какая яркая. Надо, конечно, подумать, под какой образ такой надевать девочки. Посмотрите. И на губах как ярко. Она прямо такая, на самом деле, летняя. А я не знаю, когда и куда я ее буду носить, не знаю, девочки. Она реально такая, какая-то совершенно не осенняя. Под макияж вообще не подходит. И макияж у меня сегодня странный. Я, девочки, собиралась вместе с вами. Собиралка выйдет, не знаю, либо в конце этой недели, либо на следующей неделе вообще выйдет. И взяла такой холодный белый. Даже в сиреневый чуть-чуть белый уходит. И фиолетовый. А потом взяла еще на бабахло золотого. Я не знаю почему. Но вот такой мне показалось так надо. Так. Я измазалась уже вся. Хотя, хотя, платочек не такой прямо. Так, девочки, последняя помада. Full Satin 080. И мне, девочки, я смотрю, я вам рассказывала, я смотрю иногда такие эзотерические а-ля видео. И это прямо, знаете, какая дать я сводча сделаю сначала. Это прямо фуксия. Я такие обожаю. Девочки, меня прямо знают. Это все подарки, девочки. Я ни одной помадой Катрис себе не покупала. Все подарки, девчонок. Так. Шикарная помада. Оттенок просто потрясающий. Название, девочки. Так, 080. А название... Так. Full of life. Ну, здесь жизни однозначно очень много. И... Короче, это блогер. Она... Ну, как... Короче, не буду про нее рассказывать особо много, потому что, если вам не интересно, что про нее рассказывать. И она показала украшение, которое... Видит споритическую символику. Волшебную назовем это так. И это сделано вручную. И там из камней. А я себе хотела как раз, девочки, я подбирала себе практически 8 месяцев. Хотела какое-нибудь украшение из натурального камня. Но у нас... Я знаю, что в России, в Грузии много шикарных украшений. Из-за натурального камня. А у нас я не могу нигде ничего такого найти. Ну, то есть, я, конечно, по ювелирным магазинам не хожу, потому что там цена, соответственно, будет высокая. Я хотела что-нибудь бюджетное, но чтобы и дизайн был классный. И я ни на что не могла решиться. Ходила, ходила по нашим обычным бюджетным магазинам. Так, ни с чем. Ну, что-то заколки для волос покупала. Что-то такое нужное. Но не то, что хотела. Не то, зачем шла. И когда она показала, что они сами делают из камней украшения, я посмотрела, думаю, для того, что это... Блин, вышло за рамки. Надо стереть. Для того, что это вручную сделанное украшение, это очень бюджетно там получалось. 18 евро, по-моему, заплатила. И... Ну, я не выбрала прямо супер-пупер что-то. Там что было? Такой буддийский значок, еще какой-то значок, а-ля что-то похожее на зачарованный, если вы знаете. Но там тоже у зачарованных ведь... Вот, девочки, вот с этой стороны, которая помада. Шикарно смотрится. Классно. Мне очень нравится. Вот. Такого типа мне не очень понравился, что камень слишком какой-то громовский. Но я присмотрелась к другому. Сейчас, девочки, я вам вблизи покажу. На обычной веревочке все специально по-вегански сделано, не на кожаном ремешке, потому что тогда многие спиритически, спиритически, ну, как духовно увлекающиеся люди, они еще вегетарианцы и веганы, поэтому они бы не стали из кожи брать. Вот, девочки. И здесь несколько камней. Я, если честно, не помню, какие камни. Само дерево, оно из обычного металла, а вот эти вот вкрапления золотые, это золото. Но золото, вы знаете, вот такие вот штуки, это какой-то сплав очень дешевый, золото. Но все равно, по-моему, здесь есть и агат, и что-то такое. То есть, если я вам покажу, здесь прямо смесь камней, как крошки. И вот все это вот так уложено. Очень мне понравился кулончик. Конечно, ждать пришлось долго, я не знаю, недели три. Вот здесь вот видно, что здесь много вот этой золотой крошки. Сделано прикольно. Ну, не супер-пупер идеально. Видно, что не ювелирный какой-нибудь мастер дел, а вот обычный человек, который увлекается. Но все равно мне очень понравилось. И мне понравилось, знаете, что? Я в последнее время не покупала так украшения. Мне, правда, подарили на день рождения. Он такой, бижутерию. Но, как вам сказать, мне хотелось чего-то особенного. Вот как раньше я покупала, я, например, ехала куда-нибудь и обязательно привезти из Барселоны. Там привезла бижутерию, но все равно это было что-то особенное для меня, бижутерия из Барселоны. И давно хотелось что-то какого-особенного. А не пошла в магазин, присмотрелась, понравилось, купила. А вот что-то, что имело бы значение. И вот я решилась на такое. Я подумала, что, в принципе, 18 евро это недорого. При том, что здесь содержатся какие-то натуральные камни. И это ручная работа. Тут получается очень бюджетно. Вот, девочки, я вам поделилась моей классной особенной покупочкой и показала вам помады. Еще я вам, знаете, девочки, наверное, уже на следующей неделе хотела показать другие помады от Essence. линейка Essence. Потому что у меня получается сейчас уже от них целых 4 помады. Вы знаете, так, не падать. Но они не разобьются. Это пластмасса. Давайте я вам просто две хотя бы покажу. Немного нормально ухватиться. Вот эта вот серия Shine. У меня целых 4 помады отсюда. И есть еще 3 помады матовых. Я вам показывала их за покупки когда-то лето. Не лето, это были покупки, по-моему, еще весны. Тоже вот такая вот матовая серия в серой упаковке. Очень красиво. Дизайн мне нравится даже больше, наверное, чем Catrice сейчас. Очень классно. Вот. Хотела вам еще сделать сводчи с этими помадами. Но уже, наверное, это будет на следующей неделе, девочки. Все. Буду с вами прощаться. Не буду затягивать видео. Всем вам хорошего дня, девочки. И до следующей недели. А, до следующей недели или до завтра. Даже я не знаю точно. Все, девочки. Пока-пока.